В библиотеке Есенина состоялось сразу несколько творческих мероприятий. Известный люберецкий живописец Виктор Марков представил свою вторую юбилейную выставку, посвященную Году экологии. А молодой поэт Алексей Гушан в свою очередь презентовал книгу своих стихов. Редкое явление в Есенинской библиотеке. Сразу два гостя. Презентация книги и выставка картин. На первый взгляд ничего общего. Молодой поэт из Ленинградской области и уже опытный художник и литератор, знакомый, пожалуй, каждому люберчанину. Однако, присматриваясь к картинам Виктора Маркова и слушая стихи Алексея Гушана, понимаешь, как же похожи творческие направления этих мастеров. В своих произведениях оба опираются на воспоминания из детства. Говорят о деревне, простых людях и тех мелочах, из которых и состоит вся наша жизнь. Все чудеса, которые нам открывают художники, поэты, музыканты, они существуют рядом с нами. Просто мы настолько торопимся всегда, настолько мы считаем себя очень занятыми и занятыми более важными вещами, что мы просто проходим мимо той радости, того счастья, которое нам даровано на земле. Молодой поэт Алексей Гушан начал писать в 15 лет. Его всегда привлекали авторы, не забывающие свою малую родину. Валентин Распутин, Василий Шукшин. Вот и в своей книге «Любуюсь жизнью» молодой поэт пишет о деревне, маленьких людях и их заботах, которые непонятно, не видны жителям больших городов. Деревенская тема, она мне очень близка, и вот в этой книге она, в принципе, представлена. То есть не стоит ни одно село без праведников. И именно вот об этих тихих людях, в принципе, и написано в моей книге. Пожалуй, о том же пишет Виктор Марков. Только не на бумаге, а на холсте. Его выставка «Снова весна» тоже рассказывает нам о простой жизни, красоте сельских пейзажей и окружающей нас природы. Я сам родом из Дальнего Подмосковья, из сельской местности, из деревни. И мои корни там, и я это более тонко чувствую. Это, видимо, идёт от корней, понимаете, от органики, которая присутствует внутри. Но главное творчество гостей Есенинки – умение замечать прекрасное везде. Несмотря на проблемы, политику, препятствия, они видят красоту повсюду, в самой жизни. Гляжу вокруг, всё вроде как всегда. Вот рыжий кот пригрелся на заборе, вот ребятня играет у пруда. И бабка Нюра в дедовой фуфайке встречать теплынь выходит на крыльцо. Не стану слушать про плохое байки, а повернусь к хорошему лицу. Кристина Манасарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.